Украинские дроны атаковали военный аэродром в Курске. Отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум панцирем. Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины. Ряд взрывов в российском Курске раздался в ночь на 27 августа. Очевидцы утверждали, что их было не менее 13. Зафиксировала взрывы камера видеонаблюдения. Уже на утро в Минобороны России заявили, что ВВО сбила один дрон. Он врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах. В ведомстве говорят об атаке не только на Курскую, но и Брянскую область. Дронов якобы всего было два. А о том, что атаковали дроны военный объект, ни слова. Дежурными средствами ВВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата на территории Брянской и Курской областей. В свою очередь телеграм-канал Fighter Bomber написал, что по аэрдрому в Курске ударили картонные дроны, которые не видят РЛС. Еще и предположили, что дроны запускали не из Украины. Какие бы предположения ни озвучивали в РосСМИ, жители Курска ночью проснулись от мощных нескольких взрывов. Пережитые россияне описали фразой «такого раньше не было». А сколько взрывов было? Не считал, но скажу, что очень много. «Такого раньше не бывало. Рекорд побили». Умолчала официальная Москва и о том, что Бавовна посетила военный аэродром в Курске. Объект атаковала военная контрразведка СБУ. По источникам в спецслужбе украинские дроны «Камикадзе» отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГу-29. Также среди пораженных целей радары комплекса С-300 и два панциря. Почти все беспилотники СБУ, по предварительным данным, достигли заданных целей. Точная информация о последствиях поражения, а также о количестве убитых и раненых во время атаки дронами устанавливается. Операцию проводили военные контрразведчики из 13-го главного управления СБУ, отметил источник ведомств. Атаки дронов по территории России, которых в последние недели стало заметно больше, призваны продемонстрировать украинской общественности, что Киеву есть чем ответить на действия Москвы, пишет The New York Times. Россия должна понимать, что война очень быстро приходит к тем, кто ее начинает. Но больше атаки дронов имеют тактические цели – сдвинуть российские ПВО вглубь страны, подальше от линии фронта. Мы видели батареи С-300 в московских парках, целиком, не пару установок, а вся батарея, спусковыми установками, радарами, машинами обслуживания, целая военная часть. Видели панцири в разных районах, в том числе на крыше Минобороны и на других зданиях. Каждая такая батарея С-300, каждый такой панцирь, находящийся в Москве или в Питере, или где в Калуге, он не находится на фронте. Москва делает все, чтобы закрыть головы так называемых элит. К примеру, российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказывает, что дрон уже второй раз падает возле ее дома, а при этом благодарит ПВО за отличную работу. Еще одна неприятность для властей Москвы от дронов – необходимость постоянно закрывать небо над регионом. Делать это могут даже из-за самого маленького беспилотника, который несет несколько килограммов взрывчатки. Ведь если он взорвется рядом с гражданским самолетом, помимо паники среди людей, есть угроза повреждения судна, которая стоит миллионы долларов. А если еще внутри будут люди, количество погибших будет исчисляться сотнями. И самое главное, даже такой инцидент, если никто не погибнет, я предсказываю, что все иностранные компании откажутся летать в такой аэропорт до окончания военных действий. И несмотря на то, что Москва вовсю пытается защитить свое небо, дыры в системе ПВО российской столицы как были, так и остаются. И постоянные атаки бы была на Москву яркое тому доказательство. Причина – системы противовоздушной обороны России, советского, старого образца. И заточены они на традиционные цели – самолеты, крылатые, баллистические ракеты. Беспилотники же – летательные аппараты нового поколения. Беспилотники, которые имеют совершенно другие характеристики, в том числе они изготовляются не из металлов, а из композитных материалов. Они могут летать на низких высотах, они могут летать по сложным траекториям, и они являются проблемами. В России воздушные тревоги теперь становятся регулярными. И, похоже, это только начало. Силы обороны Украины получают больше средств для того, чтобы в РФ было все тревожнее и опаснее. И чтобы они пережили то же, что испытывают украинцы, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы первыми узнавать все главные новости о войне.